МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В стране сложилось двоевластие. Одну сторону представляет избранный на всеобщих выборах парламент, другую – происламистский всеобщенациональный конгресс. Ровно год назад в Париже террористы совершили нападение на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо», где расстреляли 12 человек. Чтобы почтить их память, сотни людей собрались на площади республики, куда принесли цветы и свечи. С тех пор новый адрес «Шарли Эбдо» держится в секрете, а в стране действует чрезвычайное положение. Парижские полицейские установили личный злоумышленника, застреленного при попытке ворваться в здание комиссариата. Экстремистом оказался 20-летний выходец из Марокко Салах Али. В 2013 году он уже задерживался полицией за разбой, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору. Отметим, что Салах Али с ножом и муляжом пояса смертника пытался прорваться в комиссариат полиции. Очевидцы сообщили, что он выкрикивал исламистские лозунги. Полицейские открыли огонь и застрелили нападавшего, напоминает РИА Новости. Правительство Сирии разрешило допуск гуманитарной помощи ООН в несколько городов и районов, находящихся в осаде. Среди них город Мадая, неподалеку от Дамаска, на границе с Ливаном. Ранее координаторы ООН по гуманитарной деятельности заявили о неминуемой опасности гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте, который уже долгое время находится в кольце правительственных войск. Согласно сообщениям очевидцев, более 40 тысяч жителей умирают от голода. Еще два населенных пункта, куда отправится помощь ООН, находятся в осаде оппозиционных сил. Террористическая организация Аль-Каида в исламском Магрибе угрожает совершить теракты в Неаполе, Риме и Мадриде. Об этом говорится в распространенном видеоролике соответствующего содержания. Силы безопасности Испании уже занимаются изучением этого видео. За последние несколько лет около 130 граждан Испании отправились в страны Африки и Азии, чтобы присоединиться к радикальным исламистам. Всего в прошлом году в Испании по подозрению в связях с террористами были задержаны более 100 человек. Израильские военные застрелили трех палестинцев, напавших на них с ножами. Инцидент произошел на западном берегу реки Иордан в районе группы поселения Гуш-Эцион. С начала нынешнего обострения Ближневосточного конфликта в ходе практически ежедневных атак палестинцев погибли около 20 израильтян. Свыше 200 получили ранения, сообщает РИА Новости. С палестинской стороны жертвами обострения стали свыше 100 человек. Официальный Тегеран заявил, что самолеты Саудовской Аравии нанесли удар по посольству Ирана в Йемене. Сообщается, что пострадало несколько сотрудников охраны посольства. В настоящее время в Йемене развивается конфликт между официальными властями страны и шиитскими повстанцами-хауситами, которых поддерживает Иран. Саудовская Аравия возглавляет коалицию арабских стран против хауситов. Напомним, отношения Ирана и Саудовской Аравии резко обострились после того, как 2 января Эрриат объявил о казни 47 человек, в числе которых был известный шиитский проповедник Нимр-ан-Нимр. Всех их обвинили в терроризме. Канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила депортациями беженцев в связи с нападениями их на женщин на Новый год в Кельне. Она называла случившееся неприемлемым и предложила обсудить основы культурного сосуществования в Германии. Отметим, что после празднования Нового года в Кельне в полицию поступили 121 заявление о преступлениях против женщин, включая домогательство, грабежи и два случая изнасилования. Подозреваемые – молодые выходцы из Северной Африки. Опознано уже 16 подозреваемых. Следственный комитет России изучает обстоятельства гибели трех лыжников в горах Кабардино-Балкарии. По данным следователей, они могли сами спровоцировать сход лавины, под которой и погибли. 40 спасателям высокогорного отряда МЧС «Эльбрус» понадобилось не более часа для поисков горнолыжников, попавших под лавину. Они спускались с южного склона горы Чигет по так называемым немаркированным трассам. К сожалению, никто из пострадавших не выжил. И к казахстанским новостям. Несколько чиновников задержали в Казахстане при получении взятки, сообщает Тенгри Ньюз Киезет. А именно, в момент получения взятки в размере 250 тысяч тенге за беспрепятственную выдачу паспорта задержан начальник отдела миграционной полиции УВД города Рудный Кустанайской области. Также при получении взятки в размере 50 тысяч тенге от провинившегося предпринимателя задержаны заместители руководителя Уральского городского управления по защите прав потребителей. Помимо этого, при получении взятки в размере 100 тысяч тенге за прекращение уголовного дела задержаны оперуполномоченные отдела криминальной полиции УВД Петропавловска, капитаны полиции. Ведется следствие. Новорожденного ребенка нашли в общественном туалете, который стоит вдоль трассы Алматы-Ташкент в Жамбылской области, сообщает КТК. Младенец лежал на двухметровой глубине в выгребной яме. Еле двигающейся ножками и ручками девочку нашли проезжающие водители. Чтобы достать малышку, спасателям пришлось разбить стены туалета. Там ребенок пролежал около часа. Полиция начала поиски матери. Как отмечает телеканал, вероятнее всего, что женщина родила в туалете специально, чтобы избавиться от ребенка. И к местным новостям. Накануне весь православный мир отметил наступление Рождества Христова. Октюбинские верующие также не остались в стороне от этого главного христианстве праздника. По этому случаю во всех октябинских церквях состоялись богослужения, на которые собрались сотни людей. Прихожан поздравил глава региона Бердебек Сапарбаев. Выступая с поздравительной речью в Свято-Никольском соборе, Аким области подчеркнул о важности толерантности, терпимости, межконфессионального и межнационального согласия. Также, по его словам, в Тимирском районе в этом году будет построена часовня. Сайт www.rikotv.kz. Самые актуальные новости, самые интересные темы. Редактор субтитров А.Семкин